Это не Сейдер, друзья, я Александр Кушнер. Итак, поскольку украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 и эти истребители уже совсем скоро окажутся в воздушном пространстве Украины под управлением либо самих украинцев, либо, возможно, отставных западных пилотов, то пришло самое время выпустить серию роликов о том, какие конкретные вооружения F-16 может использовать. И сегодняшний ролик из этого цикла посвящен автоматической пушке, а также неуправляемым ракетам, истребителям F-16. Что это за вооружения и чем они так эффективны, а также, конечно, чем они могут помочь украинцам непосредственно вот в этом масштабном наступлении сражений против российского агрессора. Об этом мы расскажем вам в сегодняшнем выпуске рубрики Второй фронт. Добро пожаловать! Вооружение Сокола. В прошлый раз мы рассказали о наличии истребителей F-16 у европейских стран, которые могли бы предоставить свои боевые машины Украине. В этом ролике мы напомним нашим слушателям о том, какое вооружение может использоваться самолетами F-16 в воздушном бою и для нанесения ударов по наземным целям. В ближнем воздушном бою, если до него дойдет, конечно, дело, истребитель F-16 может использовать 20-мм скорострельную шестиствольную пушку с вращающимся блоком стволов М61А1 «Вулкан». Пушка имеет пневматический или гидравлический привод, а также воздушное охлаждение стволов. Вариант М61А1, устанавливаемый на F-16, имеет массу 112 килограммов. Длина всей установки 1,83 м. Длина ствола 1,52 м. Эта система использует патроны калибра 20 на 102 мм. Скорострельность пушки 6000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения 600 метров. Начальная скорость полета снаряда типа PGU-28B с малым лобовым сопротивлением 1050 метров в секунду. PGU-28AB – это многоцелевой, полубронебойный, осколочно-зажигательный боеприпас с зажигательным зарядом в носовой части патрона, за которым расположен поджигающий осколочно-фугасный заряд, детонирующий с небольшой задержкой, для максимального поражения самолетов. Цирконевая таблетка, находящаяся на дне полости взрывчатого вещества, обеспечивает дополнительный зажигательный эффект. F-16 располагает 11 внешними узлами подвески и способен нести боевую нагрузку до 7700 кг. Два узла подвески на законцовках крыла для пусковых установок ракет класса воздух-воздух по 193 кг. Шесть подкрыльевых узла подвески – внутренние по 2041 кг, центральные по 1587 кг и внешние по 316 кг. Три узла подвески под фюзеляжем истребителя. Они могут использоваться для специализированных контейнеров с оборудованием для наведения высокоточных ракет и бомб, ведения разведки и радиоэлектронной борьбы, а также для подвески топливных баков – 1000 кг. Два дополнительных узлоподвески для специализированного оборудования по бокам от воздухозаборника по 408 кг. Для выполнения роли фронтового штурмовика F-16 может использовать неуправляемые ракеты. Самолет может нести 4 ракетных блока LAU-10, каждый с 4 неуправляемыми ракетами Zuni калибра 127 мм. Всего 16 таких ракет. Длина ракеты – 2 метра, максимальная скорость – 2599 км в час, дальность поражения цели – 8 км. Масса ракеты Zuni – от 46 до 61,5 кг, в зависимости от боевой части и типа двигателя. Масса боевой части – от 21 до 25,5 кг, в зависимости от назначения. Тип боевой части – осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, осветительная, дымовая, дипольные отражатели, практическая. Стабилизация ракеты Zuni в полете обеспечивается вращением. 6 января 2023 года Соединенные Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины, в который вошли около 4000 ракет Zuni. Истребитель также может нести 4 ракетных блока LAU-5003, каждый с 19 неуправляемыми ракетами CRV-7, Canadian Rocket Vehicle 7, калибр 70 мм. Всего 76 таких ракет. Предельная дальность эффективного поражения цели для ракеты CRV-7 превышает 4 км. Ракета CRV-7 стабилизируется в полете вращением, которое придается ей небольшими стабилизаторами, расположенными в задней части корпуса, распрямляющимися после выхода ракеты из трубчатой пусковой направляющей. Первоначально на канадские ракеты CRV-7 ставилась американская фугасная боеголовка M151 с головным взрывателем мгновенного действия, вес взрывчатого вещества которой составляет 4,5 кг. Как и американские неуправляемые ракеты того же калибра, CRV-7 может оснащаться дымовыми M156 или осветительными M257 и M278 боеголовками. Компания Bristol разработала противобункерную боеголовку WDU-5001B массой 7,2 кг комбинированного действия, полубронебойная фугасно-зажигательная. Эта боеголовка была предназначена для поражения железобетонных объектов, но основной ее целью были не собственно бункеры, а высокозащищенные укрытия для самолетов. Тяжелый стальной корпус ракеты обеспечивает пробитие защищенного ангара, после чего происходит воспламенение 75-граммового заряда зажигательного вещества. Такая ракета может пробить последовательно 4 метра грунта, 1 метр бетона и 2,5 сантиметра стали. Кинетическая энергия ракеты CR-V-7 оказалась настолько большой, что даже в ее инертном снаряжении, только со стальным стержнем длиной 20 сантиметров, она легко пробивала броню устаревших танков Центурион, используемых в качестве мишеней. Поэтому была разработана противотанковая бронебойная боеголовка, в которой вместо стального стержня длиной 20 сантиметров использовался вольфрамовый стержень. Эта боеголовка обеспечивала пробитие брони советского танка Т-72 с любого угла атаки. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к созданию бронебойной боеголовки со стреловидными поражающими элементами WDU-5002B, FAT, Fleshed Anti-Tank. Пять усиленных вольфрамом стальных поражающих элементов пробивали броню танка Т-72 в боковой и верхней проекциях с расстояния в 3 километра. Боеголовка также оказалась полезной для борьбы с легкой и среднебронированными целями. Впоследствии была создана универсальная боеголовка со стреловидными поражающими элементами WDU-500XB, снаряженная 80-ю вольфрамовыми стрелами, способными пробить 381 мм катанной, упрочненной брони и предназначенными для поражения живой силы, легко бронированных целей, транспортных средств и вертолетов противника. В 2006 году компания Bristol начала испытание высокоточной управляемой ракеты CRV-7PG, Precision Guided. Базовый вариант неуправляемой ракеты CRV-7 превращается в Precision Guided, то есть высокоточную ракету, после установки головки самонаведения, разработанной норвежской компанией Konzberg Defense & Aerospace, системы управления полетом и хвостовых рулей. На начальном этапе полета ракет управляется простой системой инерциального наведения, а на конечном участке идет по отражающему от цели сигналу лазерного целеуказателя. Существуют варианты CRV-7PG с противорадиолокационной головкой самонаведения и с наведением по сигналам GPS. Сочетание лазерной головки самонаведения с бронебойной боевой частью, с вольфрамовыми стреловидными поражающими элементами, превращает ракету CRV-7 в мощную противотанковую ракету большой дальности, имеющую более высокую скорость и гораздо меньшую стоимость по сравнению с традиционными противотанковыми управляемыми ракетами, такими как AGM-114 Hellfire. Истребитель F-16 может нести 4 ракетных блока LAU-61, каждый с 19 неуправляемыми ракетами Гидра калибра 70 мм, всего 76 ракет. Для использования версии управляемых ракет APKWS применяется 4 ракетных блока LAU-68, каждый с 7 управляемыми ракетами APKWS калибра 70 мм. Масса ракеты Гидра составляет около 11 кг 300 г, в зависимости от типа боеголовки. Длина ракеты 1 м 6 см. Начальная скорость полета 700 м в секунду, 2520 км в час. Максимальная скорость 739 м в секунду, 2660 км в час. Эффективная дальность поражения цели 8 км. Максимальная дальность поражения 10,5 км. Ракета Гидра выпускается с 19 типами боеголовок. Самые популярные из них – фугасная М-151, массой 3,8 кг, фугасная М-229, массой 7,3 кг, флешетта М-255А1 – боеголовка со стреловидными поражающими элементами. Также существуют дымовые, зажигательные, осветительные и другие боеголовки. Ракета APKWS – Advanced Precision Kill Weapon System – усовершенствованная система высокоточного оружия. Это система лазерного наведения для неуправляемых 70-мм ракет Гидра, которая превращает их в высокоточные боеприпасы. Также это название применяется и в целом для ракеты Гидра, оснащенной данной системой. Относительно маломощная ракета APKWS отлично подходит для предотвращения побочного ущерба. Система APKWS использует технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой, которая позволяет размещать лазерную головку самонаведения на передней кромке каждого из передних рулей управления. Эти головки самонаведения работают синхронно, как если бы они были одной классической головкой самонаведения. Такая конфигурация позволяет использовать существующие боеголовки системы Гидра-70 без необходимости установки лазерной головки самонаведения в носовой части ракеты. Блок наведения оснащен инерциальной системой управления и оптической головкой самонаведения с распределенной апертурой DESALS – Distributed Aperture Semi-Active Laser Sica, которая раскрывается через полсекунды после запуска. Блок наведения крепится между ракетным двигателем Mark 66 модификации 4, боевой частью и взрывателем, что увеличивает длину ракеты Гидра на 47 см, а ее вес на 4,1 кг. Дальность стрельбы APKWS составляет всего 1100-5000 метров. Максимальная дальность ограничена использованием существующего двигателя ракеты Гидра, но поскольку прицел может видеть на расстоянии до 14 км, более мощный двигатель способен увеличить дальности полета ракеты при сохранении ее точности. Поэтому норвежская компания NAMMA сейчас работает над модифицированной ракетой, двигатель которой сможет увеличить дальность полета ракеты APKWS до 12-15 км. С конца 2021 года за счет обновления программного обеспечения APKWS дальность полета ракеты увеличилась на 30% за счет оптимизированной траектории полета для поражения целей с более крутым углом атаки. А в июне 2021 года компания BAE Systems успешно протестировала ракету APKWS в роли противодействия беспилотным авиационным системам. Ракета APKWS была оснащена неконтактным взрывателем и уничтожила беспилотник класса 2, то есть массой от 21 до 55 кг. Неконтактный взрыватель позволяет перехватывать дроны с меньшими затратами, чем другие методы, а благодаря лазерному наведению ракеты, которая активируется при запуске, не требуется захвата цели перед запуском. О других типах оружия, которое может применять истребитель F-16, мы расскажем в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok